Татьяна Останина признается, вопрос кем быть перед ней никогда не стоял. Она еще в детстве поняла, что будет работать с детьми. И как показала жизнь, выбор был сделан верный. Даже на праздники воспитатель 21-го детского сада не отдыхает. Я пришла, я увидела несколько книг, которые я купила для детей. Про осень, весну, лето. Это обязательно нужно будет. Вообще дети любят книги, они интересуются, а мы помогаем. Награждение работников детских садов приурочено к Дню защиты детей. Эту традицию несколько лет назад учредил мэр города Одинцова Александр Гусев. Списки нам предоставляют руководители детских садов, управление образованием. Именно тех людей, которые выделились именно в течение года, скорее всего, своей работой. Поэтому таких сотрудников сегодня будет 26. В зале КСЦ мечта не только награждаемой, но и их коллеги. Ежедневно родители доверяют воспитателям самое дорогое своих детей. И это доверие зачастую оправдать нелегко. С детьми мы работаем. К нам приходят самые маленькие ребята, которые еще не умеют иногда и говорить. Но наша с вами задача, уважаемые коллеги, найти каждому ребенку подход, улыбнуться, поприветствовать его. И самое главное, сделать так, чтобы он шел в наше учреждение, как к себе домой. И вы, дорогие друзья, это умело делаете. Воспитатель, как врач, учится всю свою профессиональную жизнь. И самые лучшие учителя – их же воспитанники. Они разные, совсем маленькие и почти взрослые, спокойные и не очень. А подход нужно найти ко всем. Они научили меня тому, что нужно учиться принимать чужого ребенка. Через принятие чужих детей, возможно, я научилась принимать своих детей. Сами педагоги говорят, профессиональных секретов у них немного. Любовь, доброта и немного терпения сделают свое дело.